В центре Киева прямо сейчас усиленные меры безопасности. В час дня, время с московским совпадает, должен начаться молебен участников всеукраинского крестного хода. Верующие несколько недель шли в столицу из разных уголков страны, с востока и запада, несмотря на угрозы, провокации, искорбления со стороны радикалов. Сегодня же паломники должны все вместе помолиться за мир на Украине в Киево-Печерской лавре. Что сейчас происходит в городе, рассчитываем узнать у нашего корреспондента Алены Германовой. Она выходит на прямой связи со студией. Алена, какая у вас обстановка и можно ли ожидать провокаций? Алена, торжественный молебен на Владимирской горке здесь, в Киеве, должен начаться только через час. Но тысячи верующих уже там, еще тысячи паломников сейчас проходят зону досмотра после многочисленных провокаций в отношении участников крестного хода, которые три недели шли с запада и востока страны в столицу. Местная полиция решила усилить меры безопасности втрое. Центральные улицы города начали перекрывать с шести утра на всех подходах Владимирской горке, в том числе со стороны Майдана, установили металлоискатели. У всех, без исключения паломников, проверяют сумки и документы. На улицы выбили почти 4000 полицейских, около 1500 бойцов нацгвардии, 500 сотрудников службы безопасности. Выборочно они останавливают машины и проверяют прохожих. Обстановка в целом спокойная, но вчерашний день показал, провокации все-таки могут быть. Напомню, участников крестного хода за мир в стране несколько раз пытались не пустить в Киев. Радикалы запрещенной в России организации украинских националистов устанавливали блокпосты, а неизвестные предупредили полицию, что все маршруты крестного хода заминированы. Саперы действительно нашли несколько похожих на взрывные устройства предметов, но позже выяснилось, что этому лежит. Также были найдены и боевые гранаты, и дымовые шашки. В итоге паломников восточной части крестного хода вчера пришлось до Киева везти автобусами, а участники западного шествия добрались до столицы лишь к ночи. Сегодня всех их привезут на Владимирскую горку централизованно на автобусах. Отмечу, что помимо участников всеукраинского крестного хода в Киев приехали тысячи других паломников. Хотели попасть сюда и верующие из Одессы, но накануне в Одесскую епархию стали поступать угрозы. Активисты так называемого автомайдана угрожали взорвать автобусы с паломниками. Также предупреждения поступали и в адрес автоперевозчиков. Вчера в 10 часов вечера в Одессе должна была отправиться в Киев в колонна автобусов с паломниками, которые должны были прибыть на всеукраинский крестный ход. Но появились люди в камуфляже, которые являются представителями Одесского антимайдана, которые начали угрожать людям, в первую очередь водителям автобусов, звучали угрозы, что будут пробиты шины, что будут приниматься другие насильственные действия. Было слышно ругань, были слышны оскорбления. И по итогам, к сожалению, эта колонна автобусов так и не смогла выехать из Одессы. Всю последнюю неделю руководители МВД и СБУ неоднократно обращались ко всем радикальным организациям с просьбой не устраивать провокации. По прогнозам, сегодня в Киеве в шествии от Владимирской горки до Киева-Печерской лавры примут участие около 30 тысяч человек. Завершится крестный ход на площади рядом с Успенским собором, где пройдет торжественное богослужение в честь дня крещения Руси и святого князя Владимира. Памятная дата, напомню, отмечается завтра. Известно, что поздравить украинских православных сюда в Киев приехала и делегация со святой горы Афон. Греческие монахи также примут участие в шествии. Собой в дар они привезли две чудотворные иконы, приложиться к которым сегодня смогут все желающие. Алена. Спасибо. Алена Германова из Киева. И сейчас у нас есть возможность показать кадры, которые мы получаем в режиме реального времени. Из центра города. Паломники со всей страны собираются на Владимирской горке, где уже менее чем через час должен начаться молебен о мире. Напомню, что все проходит при усиленных мерах безопасности. Пока еще не все прошли через рамки металлоискателей. Вот люди несут таблички с названиями городов, откуда они приехали. Я напомню, что пока никаких нарушений не зафиксировано. В целом обстановка спокойная. Молебен должен начаться в час дня.